На сцену Ивановского театра драмы возвращается нетленная классика. В последнюю субботу апреля в областном центре прогремит гроза. Невероятная история любви, знакомая еще со школы, оживает. Главная героиня пьесы Катерина, которую критики еще в 19 веке метко назвали лучом света в темном царстве, переживает из-за сложных отношений с деспотичной свекровью Кабанихой. Ну? Чего вы завалитесь? Порядку не знаешь. Приказываю жене, как жить без тебя. Да она что я сама знаю? Приказывает. И чтоб я слышала, что ты ей приказываешь. Приедешь, спросишь, так ли все исполнила. Мой герой, на мой взгляд, не способен на чувства ко всем, к людям. Ну, просто его так заслонили, у него одна осталась. У него убрали самое главное – свобода. И, по-моему, все мысли только вот о свободе. Свободе – это бесконечная жажда свободы. В итоге страдают остальные. Катерину, которую он хотел бы любить. Ее полюбил в итоге, в конце обязательно он ее любит. А пока просто не может. И все мысли только об одном – как бы скорее на волю вырваться. Богобоязненная Катерина, жившая до замужества в атмосфере любви и спокойствия, вынуждена теперь терпеть издевательство свекрови. Супруг, в свою очередь, тоже находится во власти своей матери и не в силах защитить несчастную девушку. Я думаю, что будет интересно и зрителям, потому что подход такой немножко нестандартный к классическому произведению, исходя от того, что время на месте не стоит, а также театр идет в ногу со временем. То есть я не говорю, что там будут какие-то чересчур современные элементы, там костюмы, вот вы видите, на мне довольно-таки очень классический костюм для персонажа Островского. Но декорационно, не знаю, актерские приемы, то есть такой вот немножко адаптирован уже под наше время, чтобы легче было воспринимать классику нашему зрителю в современном. Пьеса, вышедшая в середине позапрошлого века, в свое время произвела невероятный фурор и спустя 150 лет не утратила актуальности. Порекомендовать «Грозу» можно всем без исключения. Билеты на премьерные спектакли уже раскуплены. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.